Ремонт проспекта Мира завершится раньше срока, заявили сегодня в департаменте горхозяйства. В пик дорожной кампании автомобилистам хоть какое-то облегчение, но принять работу у подрядчиков власти так быстро не планируют. Собираются проверять все досконально. Такая педантичность у них теперь в отношении всех дорожников. Да и не только их. В этом году особые претензии к коммунальщикам. Гульнас Галямова знает, в чем они провинились. Последний рывок. Дорожники сегодня перекрыли участок от Робеспьера до Профсоюзов. Ремонт проспекта Мира близится к концу, хотя в контракте дата окончания 1 сентября. Городские власти говорят, подрядчик, конечно, молодец, но работа не будет принята, пока не пройдет все экспертизы и пока администрации и красноярцы не скажут свое «да». Участвовать может любой горожанин. Ремонт дворов, он даже не принимается без подписей жителей. То есть это не обсуждается и там очень активно идет работа. По дорогам, по магистральным нашим трассам, там жителей мы не привлекаем. Но жители сами могут проявить инициативу и поучаствовать в приемке. Затем данные о приемке власти собираются вывешивать на сайте администрации с указанием фамилии всех, кто поставил подпись под результатом. Так, с помощью народного контроля и усиленной ответственности чиновников, мэрия планирует избавиться от нерадивых подрядчиков. Сезон еще не закончился, а в судах исков уже на 5 миллионов. Это ДСК «Регион», 25 исков в суде. Подрядчик на сегодняшний день на основании судебных решений внесен недобросовестный. К нему, конечно, прибавились в этом году такие подрядные организации, как ООО «Ракурс», «Артстрой» и появился у нас подрядчик по конечным остановкам «Граждан Промстрой». Но все это незначительные пятна на репутации дорожников, уверяют специалисты горхозяйства. В целом ремонт 2012 идет по всем фронтам и в сроки. Так сегодня главы ЖД и советского районов отчитались. У них готовы почти все проезды, сданы большинство дворов. В остальных районах почти такая же идиллия. В разгаре ремонт на Калинина. Там дорожники покрывают полотно защитным слоем слоресил, то есть ламинируют его, чтобы дольше не снашивалось. Начались работы на Второй Брянской. Вот-вот техника заработает в районе Солнечного. Там к ноябрю построят развязку. Почти идеальную картину дорожной компании портят коммунальщики. Сейчас в городе 1899 вот таких ям. 800 из них прошлогодние. А главное, владельцы сети не торопятся их ремонтировать и срывают все сроки. Сегодня районные чиновники решили объединиться с департаментом и насесть на ТГК-13 и Краском. А они главные штрафники с требованиями быстрее ремонтировать трубы. Что выйдет из такого пресса, покажет отопительный сезон.